Всем привет! Меня зовут Гайя Кавитунцы, со мной мой соведущий Ишхан Саакян и это программа МЭЦ БАНАВЭЧ. Здесь мы будем обсуждать вопросы, связанные с Арменией и армянским миром. 23 мая новый президент Арцаха Раик Рутиньон объявил, что высшее и среднее образование в Арцахе будет бесплатным. У его полного тезки, министра образования Армении, дела идут неважно. Чтобы спасти свою репутацию, он может в ближайшем времени предложить похожие решения в Армении. Но будет ли это безусловным благом? Сегодня Борис Фокин, основатель Абакус-центра Cambridge Language School и основатель Cambridge International School Armenia, аргументирует нам пользу платного школьного образования. Асероп Хачатарян, эксперт в области образования и преподаватель ЕГУ, будет ему оппонировать. Как это будет происходить, нам расскажет Ишхан. Дебаты проходят в три раунда. В первом раунде эксперты по очереди аргументируют свою позицию в течение трех минут. Во втором раунде каждый участник может задать по три вопроса оппоненту. В третьем раунде ведущий задает по два вопроса каждому участнику. Перебивать оппонента запрещается. Победителем считается тот, кто наберет больше голосов в комментариях под видео. Борис, так как ваша позиция чуть менее популярна в обществе, чем позиция бесплатного образования, я предлагаю начать вам. У вас есть три минуты, чтобы рассказать нам об эффективности платного школьного образования. Ну, чтобы не уводить дискуссию в некий философский ракурс, я, конечно, должен сначала уточнить, что мы называем платным или бесплатным образованием. Есть, наверное, философские понятия об этом, а есть практика. И обычно мы бесплатным образованием называем то, за которое платит государство, на которое выделяет ресурсы государство. И это, конечно, деньги налогоплательщиков. Поэтому, наверное, стоит начать с того, что в целом бесплатного образования нет. Есть разные источники финансирования этого образования. Иногда это является государство, которое распределяет деньги людей, налогоплательщиков. Иногда это могут быть фонды, которые выделяют стипендии уже более коммерческим, негосударственным структурам. И иногда это сами родители, которые платят за обучение своих детей в школе. И когда мы говорим о том, что есть разные источники финансирования, в целом мы считаем платным в чистом виде образованием, когда за него платят родители. И здесь есть разница, потому что у нас тогда уже меняется заказчик. Если с таким бизнес-заходом говорить, то когда есть разный заказчик, то есть разные цели. И очень по-разному выстраивается процесс. Если заказчиком является родитель, и он может влиять на этот процесс, то это будет одна картина. И когда заказчиком является государство, то это совершенно другая картина выстраивания учебного процесса и реагирования на изменения. Второй, наверное, важный фактор – это как раз скорость реагирования на изменения в коммерческом и некоммерческом секторе. Коммерческий сектор – это самый подвижный сектор вообще в образовании, который способен реагировать на любые изменения в мире практически мгновенно. Государственные системы образования, если мы говорим о наших реалиях, о реалиях постсоветских стран, они движутся довольно инертно, очень медленно, и для того, чтобы перестроить систему образования в соответствии с новыми реалиями, приходится тратить очень-очень много времени, что в итоге может привести к тому, что когда эти изменения вступают в силу, нужны новые изменения, потому что мир-то уже опять поменялся. Другим очень важным фактором является психологическое восприятие того, когда мы платим за что-то и когда мы получаем это бесплатно. И когда мы учимся и отдаем что-то, и мы ощущаем, что мы что-то отдаем, то эффективность обучения, эффективность того, что мы делаем, у нас возрастает. Если мы говорим о детях, то это формирует в них понимание того, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдать и делает их некими такими эффективными участниками вообще в целом экономической системы. И хочу привести данные исследования, что пользователи бесплатного образования в регионах России с низким уровнем дохода тратят в среднем 50-100 долларов в месяц на дополнительные платные курсы и кружки, что является одной третью зарплаты семьи, и бюджета семьи. Спасибо большое, Борис. А теперь передаем слово Серегке в ваши три минуты. Хорошо. Я рассматриваю процесс образования в более широком смысле. Для меня образование – это не только знание, навыки, но также и социальное явление. То есть в этом смысле, если образование становится платным, то тогда не все в состоянии платить. И у нас может получиться ситуация, что некоторые кругы общества будут иметь возможность для образования, очень хорошие школы, качественное образование, а остальные не будут в состоянии платить. Потому что у нас, например, в Армении примерно 30% нищеты, и это значит, что эти люди будут не в состоянии платить даже мизерные платы для образования. Они даже сейчас, когда у нас образование бесплатное, даже сейчас у них проблемы, потому что они не могут купить одежду, канцелярские товары. Вот после коронавируса у нас в Армении 20% школьников не участвовали в дистанционных уроках, только потому что у них не было компьютеров, смартфонов и интернета. Представьте, что будет, если кроме этого они должны еще платить школу. Я хочу рассказать интересную историю про Армению, когда в 90-е у нас в Вилле ввели платное образование в ВУЗах. Были аргументы, что когда университетское образование в Армении будет платным, все будут учиться, потому что если студент платит университету, то тогда студенты, родители будут требовать качества от университета. Но сейчас мы можем констатировать, что качество университетского образования в Армении сейчас находится в более низком состоянии, чем это было в 80-х и 90-х. Почему? Потому что сейчас студенты в основном платят за диплом, а не образование, не за навыки, знания. То есть сейчас у нас получилось, что платное образование привело нашу университетскую систему в более, так сказать, плохое состояние. Поэтому я думаю, что и Ньютонародный опыт тоже показывает, что страны, где образование бесплатное, например, Финляндия, там у них состояние лучше. Итак, перейдем ко второму раунду. Здесь оппоненты задают друг другу по три вопроса и отвечают в течение одной минуты. Борис, начнем опять-таки с вас. Ваш первый вопрос. Уважаемый Сироп Джан, невозможно не согласиться, что образование – это социальное явление, и что, конечно, мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность получения качественного образования. Мой первый вопрос будет о том, если мы говорим о том, что каждый имеет доступ к бесплатному образованию, то каким путем будет обеспечено финансирование с вашей точки зрения наиболее эффективно? Это должны платить государства, фонды или какие-то еще структуры, чтобы каждый ребенок действительно имел доступ к этому качественному образованию? Ну, есть два подхода. Один был применен в Чили, когда в ходе реформ люди получили ваучер, то есть семья получает ваучер, и ваучер используют для образования детей. Это не сработало, потому что там у них было обольщение равенства, там создались элитные школы, школы для бедных и тому подобное. Я думаю, что лучше это государственное финансирование. Но это уже зависит от экономической ситуации страны. В общем, я думаю, что для образования очень важно, какая экономика в стране. То есть у нас сейчас проблемы в Армении не в том, что у нас плохое образование, а в том, что у нас экономика плохая, и поэтому государство не составит финансировать все образования. Спасибо большое за ответственность. Теперь, пожалуйста, задать первый вопрос. Давайте представим, что все школы платные. Как вы думаете, как будет решен вопрос семей, у которых большая финансовая проблема? Как будет образование этих детей организовано? Да, безусловно, если государство, которое принимает волевое решение о том, что оно не финансирует детей, людей в вопросах образования, оно должно побеспокоиться о том, чтобы были структуры и правильное законодательство, которое позволяет людям с низким доходом получать качественное образование. Это должны быть созданы экономические условия для существования фондов стипендиальных, которых достаточно для того, чтобы выплачивать стипендии каждому ребенку, и при этом они делают так, что школа получает достаточное количество средств на свое существование для обеспечения этого качества. Должны быть какие-то эндаументы и программы, которые позволяют человеку в зависимости от каких-то его достижений получать стипендии и индивидуальное финансирование в зависимости от его ситуации. Конечно же, это вопрос к тому государству, которое принимает решение о том, что образование в стране тотально платное. Мы много слышим и часто восхищаемся примерами небольших стран. Живя в Армении, очень приятно приводить в пример небольшие страны, которые преуспели в образовании, где оно является бесплатным. Это Финляндия и Сингапур. Пример Чили тоже, на самом деле, очень вдохновляющий, как они это все переходили, но немножечко в других реалиях они живут. И здесь нужно понимать, что мы тоже живем немного в других реалиях, нежели Финляндия и Сингапур. Финляндия – это большая предыстория и вопрос менталитета, того, как они вообще относятся к своим ресурсам. И в Сингапуре это, конечно, там есть предыстория с диктатурой и то, как вообще у них получилось. И там, и там у нас очень разные ситуации. И вопрос такой. Как вы считаете, что должно произойти в изменениях на уровне государства, например, в наших реалиях, в постсоветских странах или, в частности, в Армении, чтобы государственные системы образования были настолько же подвижными, как в Финляндии и Сингапуре? Ну, конечно, я думаю, что, во-первых, должно произойти революция в мышлении людей. К сожалению, у нас в стране очень большая сегидация между группами и общества. То есть есть маленькая группа, которая очень богатая, есть большинство людей, которые живут не в хорошем состоянии. Я думаю, что у нас должна быть революция в мышлении. Люди должны думать, что если они зарабатывают больше, то должны платить больше. Как во многих странах, в Скандинавии, в Германии, где платят 50-60% налога, и все эти деньги идут на образование. Я думаю, что у нас должно меняться мышление людей, во-первых. Во-вторых, должна быть хорошая экономика. Вы можете привести примеры стран, где очень популярен платное образование, и у них хорошие результаты на, скажем, в ВИЗе и на других показателях ООН, ЮНЕСКО. Здесь мы возвращаемся к вопросу, что же считать платным и что бесплатным по восприятию. Если мы говорим о странах, где смешанные системы образования, например, США, и мы берем тот сегмент, который платные школы, то, конечно же, все топовые школы и университеты в США или в Англии, они являются, это частные школы и университеты, и все, что мы знаем о высшем образовании в США, оно является именно платным, частным, хотя у каждого практически человека есть возможность поступить и получить стипендию для обучения в этом университете. Просто очень большой конкурс и большая конкуренция за умы у университетов и большая конкуренция у детей за университеты, она такая обоюдная. И когда мы говорим о том, что у США и, например, Англии, они там от 24 до 36 места по рейтингам ПИЗа, конечно, это во многом от показателей бесплатных школ, но частные школы, они являются, если брать как отдельную прослойку, школами самыми высокими показателями. Не совсем на тот вопрос получилось ответить, потому что нет страны только с одной системой, только с платной или только с бесплатной, но вот так. Все большое. Борис, пойдем тогда к третьему вопросу. Понятно? Да, и вот как раз вопрос революции мышления. Это немножко, конечно, я нарушаю регламент, это в продолжение моего ответа, но вот как раз, когда мы говорим о революции мышления и восприятии, в странах, где я ознакомливался и был там с системой образования, и Сингапур, и Финляндия, и Южная Корея, например, там как раз то, что вы говорите, есть революция мышления. И один из элементов, один из факторов этого мышления, что дети осознают, что то, что они получают, за это кто-то платит. И, по сути, они учатся в среде платного образования, где за них платит кто-то. У них восприятие того, что за них платит государство, такое же, как было бы у нас восприятие того, что мой ребенок учится, и за него платит, например, Рубен Варданян или кто-то еще. Сейчас же мы наблюдаем, что в нашем мышлении получение государственного образования существует такое в постсоветских странах очень устойчивое выражение, что государство мне должно. И то, что я получаю бесплатно, это в порядке вещей. И здесь завершающий мой вопрос, как вы относитесь к этому фактору мышления и восприятия бесплатного образования в наших странах, в наших реалиях? В этом смысле я не вижу проблем, потому что когда государство заботится о моих детях, я себя чувствую очень спокойным и я доверяю государство. То есть я думаю, что когда государство заботится об обучении моих детей, это патернализм хорошим смыслом слов. А когда государство создает ситуацию, когда у меня выбор между некачественной общественной школой и качественной частной школой, вот это у нас проблема. Вот сейчас у нас такая проблема. Государственное образование не обеспечивает моим детям хорошее качество. И многие родители вынуждены идти в школы частные, где они платят. И решающий вопрос от Маранда, от Сиропа, Парису. Давайте представим, что родители платят за образование. Вы думаете, что родители хорошие заказчики образования? Или там у нас будет такая капризная ситуация, когда родители будут говорить, вы знаете, мы платим, и мы должны решать, что нужно вам. И тогда люди, которые профессионалы, то есть учителя, директора частных школ, они как бы должны служить этим заказчикам. Вы думаете, это хорошая система, когда родители становятся заказчиками в сфере образования? Или все-таки заказчиком должно быть государство? Да, если коротко, то, конечно, я считаю, что родители в целом более эффективный заказчик. Другой вопрос, как выстроена система. Я могу привести только, ну, самый яркий пример это США, где просто они во всех коммерческих историях, самые первые-первые проходцы, хоть я и не считаю, что система образования США хорошая, но как выстроена, например, эта система заказчик и исполнитель? У них есть правила, и у разных школ, и у разных университетов есть свои особенности. И в этом плане, что когда ты приходишь туда, с одной стороны, ты являешься заказчиком и к тебе прислушиваются, но с другой стороны, ты подписываешься под тот формат, который предлагает эта школа. И если тебе этот формат не нравится, есть свобода выбора, ты можешь идти либо в другую школу, или в другой университет. Поэтому здесь нужна система сбалансирования, сбалансирования, где родитель может влиять на то, на что должен влиять родитель, но не может влиять на то, где его профессионализма недостаточно. Но при этом он имеет право чего-то требовать в плане качества образования, некой доказательности. В третьем раунде ведущие задают по два вопроса к каждой стороне. И я начну традиционно с Бориса. Борис, смотрите, есть в Армении несколько образовательных районов, которыми армяне, в том числе и в диаспоре, очень сильно гордятся. Перечислю их. Это UWC колледж, где учатся в основном иностранцы, и обучение стоит очень дорого. Это IPE School, где могут себе позволить небольшой круг лиц отправить туда своих детей. И есть TUMO, где обучение полностью бесплатно. Очень красивое здание, дети массово приходят и учатся. И в сознании людей TUMO занимает именно первое место как раз таки из-за того, что он массовый, из-за того, что он бесплатный. И Николай Пашинян, когда приезжает Ангела Меркель, отправляет её посмотреть именно TUMO, а не другие платные образовательные проекты. Скажите, пожалуйста, в чём же, на ваш взгляд, проблема? Почему именно TUMO вырывается вперёд в сознании людей? Это TUMO настолько хорош? Или есть какие-то другие причины? Или это восприятие людей такое ошибочное? Как вы считаете? Мы возвращаемся к моему самому первому тезису о платности и бесплатности. Я условно считаю платным образованием то, где есть некая коммерческая основа и некий коммерческий, некий государственный заказчик. И UWC, и TUMO, там вы можете обучаться бесплатно. В UWC за вас будет платить фонд RVVZ, фонд Рубен Варданян, Вероника Занабен в TUMO. В TUMO у вас платит образовательный фонд, забыл имя, Симонян. Да, образовательный фонд Симонян. Оно не является бесплатным, за вас платит фонд. Ну, это во-первых. Во-вторых, когда мы видим вот этот психологический эффект, я бы добавил к этому списку и армат-лаборатории, где тоже заказчик является частным, и реальная школа ВАГа Богосяна, при компании Instigate. Где заказчик является частным. Все они имеют очень хорошие выхлопы, очень хорошие показатели после школы. В TUMO как раз одна из их проблем в том, что там не простроена дальнейшая траектория развития, когда ребенок получает знания, а что с этими знаниями делать, непонятно, потому что слишком массовый продукт получился. Кстати, TUMO-центрово в других странах, которые открываются, они платные. В России, в Париже, да, в Москве открыли. Они платные. Там вопрос, кто платит. В Москве, возможно, будет правительство оплачивать, например, в Новосибирске открыли, он платный коммерческий, в Париже он платный коммерческий, причем франшиза стоит 500 тысяч евро. Но на эти 500 тысяч евро в Simonian Foundation, они открывают, одну франшизу продают за рубеж, и открывают в регионе еще один TUMO-центр. У них такая финансовая модель. Просто вкладывают в страну. Но он, сори, он бизнесмен, он не представитель государства, он владелец телекоммуникационной компании в США. Сергей, вы говорили о том, что высшее образование уже давно превратилось в фарс, потому что все сводится к получению корочки, и даже ради этого четверть армянских студентов, которые учатся на платной основе, берут кредиты, чтобы ту самую корочку получить. Вы не считаете, что эта самая система, которая порождает бесплатных, но не очень качественных специалистов, которые выходят на рынок труда и дальше продолжают обучать других специалистов. Не только в школах, в других тоже учреждениях. Эта самая система, она и является таким порочным кругом, из которого нам очень сложно выйти. Это, конечно, большая проблема, потому что у нас сейчас учительства, идут не лучшие студенты, и в результате у нас качество образования будет падать, потому что не лучшие идут и до каких-то университетов. И поэтому следующее поколение наших студентов будет иметь большие проблемы. И когда они будут становиться учителями, качество будет еще хуже. То есть я полностью согласен, что у нас порочный круг, и надо с этим разбираться, потому что, если мы так продолжим, вот у нас сейчас в этом году в факультет физики, в педагогике не поступил ни один абитуриент. Ноль. По химии два человека. То есть у нас скоро не будут учителя по этим предметам. Борис, свой последний вопрос я бы хотел задать больше в плоскости экономики, так как вы сооснователь платного образовательного проекта. У вас в Cambridge International School учатся в основном иностранцы, и как вы считаете, насколько вообще возможно в Армении создать не один-два платных образовательных проекта, а в десятки раз больше, чтобы приезжало как можно больше людей учиться именно в Армению, затем они будут оставаться, у них будут друзья у этих школьников, будет дальше повышаться запрос на вузовское какое-то образование. То есть таким образом этот пласт людей будет дальше своим уровнем повышать качество всего вокруг, в том числе студенческого образования. Какой вы видите потенциал, насколько вообще это возможно в Армении, исходя из вашего опыта? Да, мой ответ будет посвящен не платному образованию с точки зрения платное по стране, а с точки зрения платных образовательных проектов. Я сам пошел в платное образование, я всегда мечтал работать в образовании, когда был студентом, и пошел именно по той причине, что проходя практику и стажировки в государственных школах, я увидел, что все, ради чего я хочу заниматься образованием, это не нужно, даже в самых лучших школах, и это не встречает какой-то инициативы. И создавая платные проекты, мы всегда держим это, образование это всегда будет социально ориентированным бизнесом, и у нас всегда есть цель о том, чтобы создавать для общества максимальную пользу. С одной стороны, действительно в экономике мы платим огромные налоги, например, приглашая сюда британских учителей, потому что мы сами выстраиваем экономику школы и независим от чьих-то дотаций, мы платим огромные налоги, мы государству, и мы, более того, способствуем развитию здесь педагогического сообщества, потому что у нас больше учителей армян, чем иностранцев, но при этом они все время учатся. И я вот только это успел сказать за минуту. Я являюсь волонтером одного некоммерческого образовательного проекта в Армении. Сейчас не буду вдаваться в его суть, но расскажу о проблемах, которыми мы сталкиваемся там. Если у среднестатистического человека будет выбор, куда пожертвовать свои 100 долларов на лечение какого-то человека или на долгосрочный проект в сфере образования, он в большинстве случаев, к сожалению, для нас выберет вариант номер один, потому что человек ему ближе, эффект, результат прямо сейчас виден, а образование – это что-то такое непонятное, эффект от него будет непонятно когда. Как вы считаете, оставаясь в рамках системы бесплатного образования, как сделать так, чтобы популярность образования, понимание его важности выросла? Не то, чтобы даже ответственность у людей появилось за образование, но некое понимание, что инвестируя сейчас в образование, мы улучшаем не только конкретно нашу жизнь, но и жизнь наших детей, которых мы так любим. И вообще это основа нормального, стабильного будущего. К сожалению, образование считается долгосрочной инициативой, и сейчас люди в основном думают в краткосрочном мышлении, и поэтому всегда образование жертвуется краткосрочным инициативам. Если мы хотим решить эту проблему, то должны думать о том, чтобы мы инвестировали в образование, как в долгосрочную политику, и думать о том, чтобы наше будущее поколение вспомнило о нас, как о хороших предках. Вот я хочу это выражение особенно сказать, хорошие предки. Чтобы были у нас, был у нас поколение, который сказал, что вот в 21 веке у нас были очень хорошие серии, праздники, которые думали о образовании и о нашем будущем. Спасибо большое, Серег. На этом первый выпуск Мэтс Банадыч подходит к концу. Надеемся, что вам понравилось, и именно так, в дружеской, экспертной атмосфере, вы будете дискутировать в дальнейшем в интернете с другими людьми. Кто был сегодня более убедителем решать именно вам, пишите об этом в комментариях под видео в YouTube. Также предлагайте свои какие-то темы, кого бы вы хотели видеть в качестве экспертов. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить второй выпуск, где мы подведем итоги сегодняшних обсуждений. Съемки этого выпуска проходили на территории Кембридж International School Армения, за что мы благодарим Бориса Фокина. Подробнее о школе можно узнать на сайте cisarminia.co Крепорио. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Ага. Продолжение следует... ...